Уважаемые абитуриенты, подать заявление в магистратуру можно онлайн. Для этого переходите на сайт xu.ranepa.ru, раздел «Поступление», подраздел «Бакалавриат магистратура» и нажимаете на кнопку «Заполнить онлайн заявление». Если ранее вы у нас уже обучались, например, на программах бакалавриата, то вводите свой логин и пароль. Если же вы его забыли, не помните, нажимаете «Восстановить» или «Изменить пароль». Перед вами открываются варианты восстановления по логину по телефону или по электронной почте. Однако, если у вас уже электронная почта неактуальна и устарела, вы не знаете, как в нее войти, то можно также восстановить по паспортным данным. Для тех же, кто поступает к нам впервые, необходимо зарегистрироваться. Заполняйте все поля строго в соответствии с документом, удостоверяющим личность. Например, в разделе «Кем выдан паспорт» повторяйте все сокращения точно как в паспорте. Если написано «ПОГОР в Москве», значит, соответственно, так и повторяйте. То же самое место рождения. Нажимаем «Согласен», «Согласен», «Зарегистрироваться». На указанный адрес электронной почты будет отправлен код подтверждения регистрации. Вводите этот код, нажимаете «Подтвердить». На эту же почту вам придет логин и пароль для входа в личный кабинет. Вводите логин и пароль, высланный на почту, в раздел «Авторизация» и нажимаете «Войти». Теперь в электронной системе «Академии» у вас создан личный кабинет. Переходим к разделу «Заполнить анкету». Выбираете уровень образования, на который подаете заявление, в нашем случае это магистратура. И отжимаете кнопочку «Поковорят специалитет». Чтобы вам не пришлось заполнять лишние данные. Затем загружаете свою фотографию. Для этого нажимаете на фото. Здесь увидите требования, предъявляемые к фотографии. Фото должно быть как на паспорт, не в полный рост, без головных уборов, без темных очков и так далее. Сфотографироваться можно прямо отсюда, через веб-камеру, либо загрузить уже имеющуюся фотографию. Выбираем изображение на компьютере. Затем корректируем область фотографии до необходимых требований. Нажимаем «Сохранить». Проверяем правильность внесения персональных данных, в данном случае паспортных данных. И загружаем паспорт в первую страницу с пропиской. Для этого можно использовать либо скан паспорта, либо его фотографию в хорошем качестве. На фотографии не должно быть посторонних предметов, пальцев, рук и так далее. Для упрощения и ускорения обработки ваших заявлений, настоятельно рекомендуем загружать документ одним единым файлом. Для этого можно использовать, например, сервис «I love PDF». С помощью которого можно объединить два файла PDF в один, либо два или три файла JPEG в один единый PDF файл. В примере мы используем фотографию паспорта с пропиской, поэтому нажимаем «JPEG в PDF». Выбираем изображение. Открыть. Галочка «Объединить все изображения в один PDF файл». «Конвертация в PDF» нажимаем. Затем «Скачать PDF». И получаем единый файл паспорта, который затем загружаем. «Сохранить». Затем вводим номер с НИЛС. Это обязательное поле для заполнения. И также загружаем в файл с НИЛС. Абитуренты, которые сменили фамилию, имя или отчество, обязательно должны загрузить в раздел «Дополнительные документы». Подтверждающие документы из ЗАГСа. Например, свидетельство о заключении брака. После того, как загрузили все файлы, обязательно нажимаете «Сохранить». «Окей». Если вы забыли нажать на кнопку «Сохранить» и нажали на кнопку «Далее», выйдет такое предупреждение, надо будет нажать «Отмена». затем все-таки нажать кнопку «Сохранить». Данные уже сохранены у нас, нажимаем кнопку «Далее». И переходим в следующий раздел «Контакты». Электронная почта у нас уже подтверждена. Теперь подтверждаем мобильный телефон, чтобы в рамках электронного взаимодействия подписывать заявление и иные документы. Вводим код, который придет вам по СМС. Нажимаем «Подтвердить». Телефон подтвержден. Далее заполняете адрес по прописке. Обязательным для заполнения являются поля с красными звездочками. Почтовый индекс можно будет найти с помощью поисковика по адресу. Если адрес фактического проживания совпадает с адресом по прописке, то надо будет нажать «Скопировать адрес». После того, как заполнили адреса, нажимаете «Сохранить» и «Далее». Переходим к разделу «Образование и работа». Нажимаем «Добавить документ об образовании». Заполняем соответствующие поля. Тип «Образовательная организация» выбираем «Организация высшего образования». Поступить в магистратуру можно, имея диплом либо бакалавра, либо магистра, либо специалиста. При этом специалисты делятся на два вида. Диплом дипломированного специалиста. Такие дипломы выдавались до 2016 года. И дипломы специалистов. Такие дипломы выдавались с 2016 года и позже. Для данного примера используем диплом дипломированного специалиста. Год начала обучения, допустим, 2010. Год завершения – 2015. Заполняем серию и номер. В дипломах старого образца серия – это ВСГ. Соответственно, вот он номер. А в дипломах нового образца серия – вот эти шесть цифр. И оставшиеся цифры – это будет номер. Заполняем дату выдачи. В дипломах старого образца дата выдачи указана напротив регистрационного номера. Вот она. В дипломах нового образца дата выдачи так и указана снизу. Заполняете специальность, квалификацию и загружаете документы об образовании с приложениями. И вот так же настоятельно рекомендуем загрузить одним единым файлом. Для этого так же можно использовать сервис LovePDF. Только не забывайте, пожалуйста, правильно расстановить последовательность диплома и страниц приложения. Это можно сделать следующим образом. Загружаете готовый единый файл. Если вы все-таки не разобрались, как загрузить единый файл, нажимаете кнопку и просто добавляете подстранично «Загрузить новый файл». Далее добавляете язык. Речь идет об иностранном языке, который вы изучали. Ниже раздел «Кудовая деятельность». Если не работали, можете указать прочее. Нажимаете «Сохранить». Далее открывается раздел «Индивидуальные достижения». Если они у вас есть, нажимаете «Добавить». Любое индивидуальное достижение также необходимо подтвердить соответствующим документом, который надо загрузить. Сохраняете, нажимаете «Далее». Льготы для магистратуры не предусмотрены. Целевое обучение заполняют абитуриенты, у кого есть договор о целевом обучении. Седьмой пункт заполняют иностранные граждане. Далее восьмой пункт. Здесь ставим галочку «Согласие на электронное взаимодействие». Тут галочку ставить «Нет необходимости», даже если у вас есть электронная цифровая подпись. Нажимаете «Сохранить». Переходите к созданию нового заявления. Выбираете тип программы «Магистратура», «Филиал Москва, Институт государственной службы и управления». Основание приема. Общий. Создать заявление. Далее. Далее. Выбираете тот документ об образовании, который вы указали. Образование уровня магистратуры могут получать впервые только выпускники бакалавриата, а также дипломированные специалисты. Напоминаю, что дипломированные специалисты получали дипломы до 2016 года. Здесь у нас в примере как раз этот случай, поэтому ставим галочку. Сохраняем. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Использовать индивидуальные достижения, которые вы указали ранее». «Сохранить». «Далее». В этом разделе мы можем выбрать программу, на которую хотим поступить. Здесь можно использовать фильтр. Например, нас интересует направление государственное и муниципальное управление «Заочная форма обучения». Нажимаем «Найти». И ниже мы увидим все программы, которые соответствуют указанным критериям. Нажимаем «Показать все». И выбираем программы, которые нас заинтересовали. Допустим, антикризисное управление. Выбранная программа перемещается вверх. Также можно добавить и другую форму обучения. После того, как вы определились с программами, нажимаете «Сохранить». И «Далее». Галочка «Согласен». «Ознакомлен». Способ подачи СМС-подтверждения обязательно. Способ возврата не требуется. Согласен на обработку и распространение данных. Отправить заявление на регистрацию. Сначала «Сохранить». Прежде чем подтвердить, можно с ним внимательно еще раз ознакомиться. Проверить все поля. И нажать «Подтвердить». Вводите пароль, который придет вам по СМС. Нажимаете «Отправить». Заявление успешно подано. Если вы все сделали правильно, то статус заявления изменится на «Подано». Если приемная комиссия обнаружит ошибку в вашем заявлении, заявление будет отклонено с указанием причины. После устранения недостатков необходимо будет заново открыть заявление и отправить его на регистрацию повторно. После того, как приемная комиссия проверит ваше заявление и примет его, статус заявления изменится на «Принято». С помощью регистрационного номера и ID поступающего вы сможете найти себя в конкурсных списках. После регистрации вашего заявления вы сможете записаться на вступительное испытание в соответствующем разделе. Выбираете заявление «Москва. Институт государственной службы и управления». Ближе к вступительным испытаниям здесь появятся программы, которые вы выбрали. И даты, на которые вы сможете записаться. Кроме успешного прохождения вступительного испытания, обязательным условием для зачисления является подача согласия на зачисление. Переходим к соответствующему разделу. Нажимаем «Создать». Заполняем соответствующие поля и способ подачи согласия указываем «СМС подтверждения документов». Сохранить. И нажимаем «Подписать». Нажимаем «Подтвердить». И вводим пароль из «СМС». Когда приемная комиссия примет согласие на зачисление, вы увидите дату принятия. Для абитуриентов, поступающих на коммерческие места, обязательным условием для зачисления также является заключение договора. Подать заявку можно в соответствующем разделе. выбирать институт, направление, форму обучения, программу. Плательщик по договору, если это иное лицо, то необходимо будет указать, кто это и его данные. Загрузить соответствующие документы и отправить заявку на формирование договора. Заявка будет сформирована. После этого необходимо будет отслеживать ее статус в личном кабинете. После обработки вашего договора бухгалтерией, здесь появится кнопка «Подписать». Подписать ее можно будет также с помощью «СМС подтверждения». В случае, если вы столкнулись с проблемами при заполнении заявления, пишите на почту pk-xu-sobakaronepa.ru, пишите на WhatsApp или звоните по указанным контактам. Есть также контакты для иностранных граждан и граждан РФ с иностранным документом об образовании. Желаем вам успехов!